Во многих сферах, несомненно, есть интересные возможности. Но было бы слишком оптимистично заявить, что возможности перевешивают риски. Майя Сен-Юси, Рубини Глобал Экономикс Процентные ставки в Южной Африке были повышены на 50 базисных пунктов, впервые после перестановок в Министерстве финансов. Майя, было ли такое решение ожидаемым? Повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов полностью совпало с нашими прогнозами, как и с прогнозами большинства участников рынка. Более того, все уже ранее учли повышение ставок в своих позициях. Кроме того, многие рассчитывали увидеть более активные действия Центрального банка после декабрьского фиаско. В частности, это касается уровня инфляции и ожиданий по поводу уровня инфляции. Один из ведущих в стране интернет-банков планирует инвестировать миллионы в экономику Южной Африки. Страна также воспользовалась возможностью и в ходе встречи в Давосе подчеркнула, что открыта для бизнеса и промышленности. Как вы считаете, в экономике Южной Африки выгодные возможности перевешивают риски? Я думаю, что Южная Африка была не единственной страной, которая хотела привлечь инвестиции в ходе встреч в Давосе. Во многих сферах, несомненно, есть интересные возможности. Но было бы слишком оптимистично заявить, что возможности перевешивают риски. В целом, условия для ведения бизнеса в Южной Африке не самые простые. Уверенность потребителей и предпринимателей сейчас достигает новых минимумов. В частности, на это оказало влияние последнее заявление Центрального банка. Инвесторы обеспокоены состоянием правительства и его руководством, а также повышением уровня инфляции и замедлением темпов роста экономики. Какие выводы можно сделать по итогам публикации прогнозов для уровня инфляции и для роста экономики? В целом, эти прогнозы были не самыми радужными. Все пытаются снизить прогнозируемый показатель роста уровня ВВП, Центробанк в том числе. На данный момент регулятор рассчитывает, что рост экономики в 2016 году составит менее 1%. Это минимальный показатель роста со времён кризиса 2009 года. В это же время мы знаем, что прогнозы касательно уровня инфляции ухудшились. Пока что картина выглядит неутешительно. Курс РАНДА повысился после того, как Федеральный резерв США решил оставить процентные ставки неизменными. Как, на ваш взгляд, будет изменяться курс РАНДА в течение 2016 года? Как сказал председатель Центрального банка Южной Африки, РАНД сейчас недооценивают. И такая тенденция наблюдается уже на протяжении длительного времени. Но я пока что не вижу никаких положительных катализаторов, которые могли бы изменить динамику курса валюты в ближайшем будущем. Конечно, мы увидим несколько временных откатов, но в целом я полагаю, что курс РАНДА продолжит понижаться. В связи с этим возрастает вероятность ещё одного понижения кредитного рейтинга страны. Майя, спасибо за ваши комментарии. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы будем держать вас в курсе самых главных событий на рынках. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»